Одной из главных тем совещания стал вопрос снижения коэффициента ПКД. Данный показатель используется для расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые для жилищного строительства. Поручение рассмотреть возможность снижения платы для поддержания строительной отрасли района дал вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов. Если мы идем на понижение, сразу проговаривать с застройщиками, что они выходят на соцобъекты, это наше будет условие жесткое. Мы готовы менять ставку, но тогда социалку вперед. И желательно не графиками, а делом нам показывать. Данный вопрос касается глав всех поселений. В ближайших планах руководства района активно развивать строительную отрасль на всей его территории. Понятно, что основная стройка в Одинцово, но мы всех выталкиваем и в поселение. Мы здесь сейчас калитку закроем в Одинцово. Уже нас переносители жильем. Мы выталкиваем, активно по Можайке движем туда, двигаемся в сторону Жаворонок, Голицына. Кроме того, на совещании обсудили ход работ в рамках концепции развития спортивного парка отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. К территорию ждут масштабные преобразования. На сегодняшний день от мусора уже очищено 12 гектаров. Это не проходит незамеченно среди жителей. Многие подходят. И в принципе идет очень позитивная оценка работ. Можно увидеть участки. Например, справа от дороги чистят лес, слева нет. Целый ряд вопросов возник у Андрея Иванова по исполнению ранее данных им поручений. Часть поселений не укладывается в сроки. Ярким примером может послужить ситуация с подготовкой бетонных оснований под контейнерные площадки. Я напомню, что министерство этого срока установлен 1 июня. Опять-таки, далеко не все поселения в эту историю успевают. Желтый цвет – это те поселения, которые сегодня декларируют, что в оставшиеся несколько дней они эти работы закончат. Поэтому мы их ставим в некий лист ожидания. Но часть поселений к 1 июня это сделать не успевают. Андрей Иванов обратил особое внимание собравшихся на важность соблюдения сроков при исполнении поручений. Насколько понятным оказалось внушение главы района, станет ясно через неделю на очередном совещании.